Давление в шинах, люфт рулевой рейки и работа световых сигналов. На техосмотр частных переводчиков отправляют каждые полгода. В Барнауле состояние автобусного парка где-то у критической отметки. Поэтому сегодня техническому состоянию автобусов уделяют особое внимание. Эта маршрутка, к сожалению, не прошла. Почему? У него имеется каплепадение масла с двигателя. И разность на задней оси, разность тормозных усилий сильно разная. То есть правое колесо почти не тормозит, а левое хорошо тормозит. Возможно, из-за изношенности автобусов Алтайский край и попал в список мест, где чаще всего происходят аварии с участием городского транспорта. Эксперты изучили страховые выплаты за прошедший год и составили топ регионов. В тройке лидеров – Смоленская и Новосибирская область, а еще Санкт-Петербург. На четвертом месте – Москва и Ставропольский край, следом – Челябинская, Пензенская и Воронежская области. Алтайский край на восьмом месте. Причины самые разные. Бывает, конечно, и техника отказывает. В 2019-м из-за ДТП с автобусом 35 маршрута в Барнауле пострадали 20 человек. Как позже выяснила прокуратура, на автопредприятии выявили также технические неисправности автобусов. Вопрос – как уже давно устаревший транспорт попадает на улицы? Конкурс проводится, где принимаешь участие, и там за подвижной состав, если он новый, то больше баллов, у тебя больше вероятности выиграть. Поэтому я думаю, что большой транспорт не обновляется, потому что таких требований нет. В 2021 году в городе Барнауле с участием пассажироперевозящего транспорта было зарегистрировано всего 264. С пострадавшими – 86. Два человека погибли и 101 получили травмы. 43 из них совершено водителями общественного транспорта. В основном это столкновение транспортных средств, падение пассажира, наезд на препятствия. Но все-таки основная масса ДТП с участием автобусов случается по вине самих водителей. В 2021 году, по данным госавтоинспекции, они часто не соблюдали очередность движения, неудачно выбирали дистанцию, часто грубо нарушали правила дорожного движения. И да, ездили на неисправных автобусах. К слову, обновлять парк, по словам перевозчиков, становится все сложнее. И это при том, что недавно вновь выросла цена на проезд. Мы привязаны к доллару, а доллар сегодня больше 100 рублей, поэтому неизбежно, наверное, будет повышение. Новые реалии ударили и по перевозчикам. Еще вчера, говорит Олег, бочка масла стоила 40 тысяч рублей, а сегодня эта покупка обошлась в 60. К слову, с перевозчиком мы общались в начале недели. На вопрос, как навести порядок с пассажироперевозками, многие уже годами отвечают – вернуть муниципальное предприятие. По их мнению, кто-то должен регулировать весь процесс работы. А еще – помогать финансово. По словам эксперта, в некоторых регионах страны существуют так называемые брутоконтракты. Когда заключается договор с муниципалитетом о том, чтобы оплачивать всю работу общественного транспорта. То есть сбор средств за проезд уже берет на себя муниципалитеты. У нас из-за того, что выручка перевозчиков зависит от количества пассажиров перевезенных, поэтому иногда гонки случаются. В рамках брутоконтрактов перевозчики получают от муниципалов определенную фиксированную плату за график движения и подвижной состав. Сами они занимаются техническим состоянием парка, подготовкой водителей и топливом. На таких контрактах работают автопредприятия Кемерово, Перми и Москвы. Весной 2021 года в мэрии Барнаула намеревались вести такую систему. Речь шла о реализации ее в 2022-м. Но пока гонка за пассажира так и не закончилась. Хотя вполне вероятно, что история с брутоконтрактами позволила бы региону покинуть российскую топ-10 по числу ДТП среди городских и пригородных автобусов. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин, Вадим Быстревский и Андрей Печоркин. День с толком.